Друзья, всем привет! Часто, довольно-таки часто, особенно российский рынок у меня спрашивал что ты считаешь про вот эти материалы, какое твое мнение? Мнения у меня про него, про этот материал нет никакого, потому что я попросту им не работал. И вот на днях со мной связалась компания украинская, которая занимается разными материалами и сейчас начали ввозить материал дюро. И они сами мне предложили попробовать. Я выбрал для себя вот такой вот ряд материалов. Это два лака, ХС и УХС. Кислотный грунт, эпоксидный грунт, грунт мокрый по-мокрому и грунты наполнителя они дали мне. Дали техничку. И теперь в серии видосов на живой работе я буду пробовать, смотреть, говорить свое мнение. Что понравилось, что не понравилось. Что бы, допустим, хотелось, может быть, другого. Ну и так далее. Сегодня в этом видео мы попробуем грунт мокрый по-мокрому. У меня есть пластиковый бампер, подготовленный под грунт мокрый по-мокрому, как я обычно это делаю. И какой-то из лаков. Не знаю, или ХС, или УТРХС. То есть что-то выберу, посмотрю, проверю. Приступаем. По техничке. Мокрый по-мокрому, мокрый по-мокрому. 505 грунт, 220 отвердитель и разбавитель 110. Будем мешать по объему. 4 к 1 он идет у нас. Интересно, мокрый по-мокрому. Первый раз такое вижу. По весам хорошо, что указано. Время, вязкость, время, жизнь. То есть в течение часа при 20, но сейчас жарче, почти тридцатка. Поэтому у нас нет особо времени. Дюза 1,3 возьмем. Один слой. Но на бампере у меня будет два слоя. Но я возьму выкраску, чтобы померять, сколько у меня с одного слоя получится. Влажность, тар-тар, сушка. Полчаса. С ХС-отвердителем 20 минут. А, 222 отвердитель. У нас будет полчаса. Я оставлю чуть больше, как обычно. Пусть хуже не будет. Значит, 4 к 1. Реально, первый раз вижу вживую. Именно грунт, мокрый по-мокрому. 4 к 1. Баночка хрен откроет. Обычный светло-серый. Так, ну комков на дне нет. Я ее только получил с новой почты. Может, растрясли, пока довезли. Но обычно мокрый, когда открываешь, то туда тык, с донышка такой комочек, когда он постоит хорошо. Хорошо его вымешиваем. Так, далее берем стакан. Я не знаю расхода его. Поэтому сделаю себе... Ну так, знаете, чтоб наверняка и... не ходить, не размешивать. Это у нас тестовая. Можем себе позволить гульнуть. Отвердосик. Посмотрим, как отрываются. Нормально отрываются, потому что иногда есть проблемы с этим делом. Есть. И... Ох, уже заляпал. И один разбавителя. То есть разбавителя... 25. Да ёб твою мать, блядь. Захочешь вскрыть, не вскроешь. Так, это у нас было 5, 5. И еще 25. Отлично. Опять же, хорошо вымешиваем. Грунтом по пластику я уже обработал. Единственное, что я не... не уточнил, есть ли у них грунт по пластику. Ну, я думаю, есть. Просто я что-то за него не подумал. Взять и его проверить. Так, сравнивать я его буду с эталоном качества проверенного для себя. То есть я знаю, как он растягивается. Я знаю, как он наливается. Как он заливает риску в пластике, если она есть. То есть для меня это будет ориентиром. Цена, правда, очень разная. Но, тем не менее. Что-то он жидковат. Реально, он как-то... Как-то он жидковат. По его пропорции рекомендованы. Так. Наносить я буду с оголы. Дюза 1,3, башка Клер. Так, вот наш подопытный. Он уже отгрунтован адгезионным грунтом однокомпонентным, прозрачным. Я пользуюсь прозрачным. Сейчас мы будем на него наваливать... Ну, наваливать буду два слоя с промежуточной сушкой. Потому что он готовился под мокряк с ремонтом. Там, где сильный ремонт, подгрунтовано. Все остальное просто выдрано очень грубо наждаком. Уменьшим подачу себе. Давайте так на 2,5 оборота. Жиденький-жиденький, а так падает капелюшкой крупненькой. Поэтому не исключено, что там может быть и тридцаточка. Так. Затчет глаз. Так. Есть. Продолжение следует... 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 портираемся сольвентом тереть не рекомендуется хоть оно и сухое но оно сырое абсурдная ситуация на сухое но оно сырое и берем 6 сотка тоже колокс я и подтираю соринки на грунте мокрый пункт смотрим через час после сушки у меня никаких забиваний не должно быть никаких забиваний нет это хорошо значит теперь перебиваем тут рисачок к наждаку в принципе есть налипания есть чутка не критичный но есть так по забиванию наждака никаких вопросов об коленку чистый то есть в этом плане устраивает по тому как он растянулся но вот знаете у меня немного глаз цепляется за шагрень она такая мелкая как будто сухая мы посмотрим то есть мы будем смотреть на конечный результат сора нету риску я по подбивал по самой типа плоскости как я обычно делаю я пробежался проверил наличие сорности ничего у меня не зацепилась за наждат то есть продолжаем в том же духе все здесь все заподлицо все красиво разводим краску красимся разводим лак плачемся померяем толщину толщину с одного слоя но мы потом сделаем так я покажу выкраску померяем точно также обычный потому что на ней грунт сейчас мы возьмем среднее значение какое-то среднее там 180 берем грубо 180 и от этого потом будем отталкиваться когда еще до лакируемся так открашиваем так Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Надо вот этот торец внимательно проверять, чтобы он был прокрашен. Смотрим, что у нас есть. Протираем. Так, ну все высохло. Так, из того, что вижу. После высыхания базы никаких суперярких намеков на что-либо не видать пока что. Да, шагренька все-таки чуть-чуть больше, чем хочется мне. Ну вот дело такое. Так, это у нас кореец. Здесь мне нужна мелкая растянутая. Поэтому первый тонкий глянец, второй в залив. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Вот здесь. И��는 медленная стёр. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...